Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние», это хорошая встреча, это доброе время. Я рад, что вы присоединились к «Импакту». Спасибо, что вы с «Импактом». Обращаюсь к странам СНГ, также ко всем нашим новым телезрителям. Вы сделали очень правильно, что вы настроены на этот канал. Это ваш канал. Я рад предоставить специального гостя в нашей студии, небезызвестного для наших зрителей. Старшего пастора церкви «Живой поток» прямо из Джаксонвилл, Флорида. Пастор Виталий Бондаренко. Пастор Виталий, приветствую вас. Приветствуем. Приветствуем вас, брат Юрий, приветствуем всех телезрителей. Особенно мы благодарны тем, кто смотрит наши передачи и поддерживает нас и молитвенно, и финансово. Спасибо вам. Я рад очень служить вам. И для меня это благословение и честь. Спасибо вам за приглашение. И я хочу просто сказать спасибо всей вашей команде. Импакт за то, что вы делаете для Бога и для тех, кто вас слушает. Потому что, в принципе, мы делаем одну работу. То, к чему призваны мы – это нести благовестие всем людям и по всему миру. Пусть Бог благословит вас, чтобы ваша команда была дружной, а ваше служение расширялось и углублялось во имя Иисуса. Спасибо. То есть мы служим с вами одному хозяину. Поэтому у нас один хозяин. И у нас одни с вами цели, дабы достигать людей. На импакте раздался звонок из Канады. И целая группа староверов, они смотрят, сразу предоставились «мы староверы». Я не расслышал, говорю «маловеры». Нет, 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 мы староверы. Я говорю «извините». И там у них ряд вопросов было по вашей теме, которые вы говорили. Это уже год прошел, но я так четко запомнил. То есть я говорю «что вызвало у вас интерес, что вы решили позвонить?» Ну там вот мы вот так, даже не так мы никогда не могли подумать, что вот так вот, ну вот Библия об этом так говорит. Там у вас тема была. Поэтому их очень заинтересовало. Если вы смотрите, продолжайте смотреть «Староверы» и «Маловеры», тоже пусть возрастает ваша вера, Бог да благословит вас. Служение вы начали давно, начали в Украине. Потом Господь перевел вас в Америку. В Украине оно тоже было уникально. И среди молодежи начиналось. И продолжается так же среди молодежи. Мы об этом будем много говорить сегодня. Вам слово, пастор. Да, приблизительно где-то около 10 лет, как мы приехали с семьей в Америку, в город Джексона, на теплую Флориду. Почему именно в этот город приехали? Потому что я уже тогда знал, что там нету славянской церкви. И поэтому мы приехали, встретились на первом собрании, нас было 23 человека. Но это было начало. И я уже тогда молился, и говорил, Господи, если ты хочешь, чтобы я жил в этом городе, благослови меня на первом собрании. И это чудо свершилось. Это было начало. А потом уже при Божьем содействии мы начали расти. Через 5 лет нас уже было 223 человека. Поэтому мы видели во всем руку Божью. Еще через некоторое время я просил у Бога, Господи, если ты хочешь, чтобы я здесь служил, то сделай это мирно, спокойно, чтобы не было никаких напряжений. И так свершилось. Буквально прошло 3 недели меня там избрали пастырем, мирно, спокойно. И, можно сказать, по сей день мы благоденствуем. Я просто пользуюсь случаем хочу передать церкви Живой поток привет. Если кто-то нас видит и слышит, семья моя или друзья мои, пусть вас благословит Бог. Без вас мое служение было бы невозможным. Но благодаря вам мы есть то, что мы есть. И благодаря Господу Богу. Это было начало. И у нас как бы в церкви от начала как бы две таких основные стратегии. Это молитва. И мы стараемся этому уделять максимальное время. Мы молимся в начале недели по понедельникам. Мы молимся по пятницам. Ночная молитва в начале месяца. И у нас месяц молитвы, октябрь месяц, в начале года. Месяц поста и молитвы. И я думаю, что все, что мы имеем, мы имеем это благодаря Божьему содействию. Мы это имеем от Бога. То, что вы имеете, пастор Виталий, мы об этом будем говорить. Мы будем встречаться. Также об этом я тоже немного отмечу с вашим сыном, который вошел в ваше служение. Вы имеете это, друзья, знаете что? Кроме церкви, там есть уникальная, широко известная, и далеко за пределами Америки, миссионерская школа. Миссионерская школа в Джексонвилле. Поэтому мы об этом сегодня будем говорить. Потом с Богданом Бондаренко также будем говорить, с вашим сыном. У вас будет возможность, есть возможность попасть в эту школу, потому что то, что я слышу, свидетельства, люди, которые оканчивают школу, то есть они действительно укорененные, уезжают оттуда, утвержденные, то есть наученные, обученные, то есть это благословенная школа. Об этом мы также будем говорить, как вы пришли к этому. Ну а Украина? Я за школу немножко скажу. И вторая наша стратегия, это миссия, поэтому школа, это как бы продолжение стратегии общей нашей церкви. Это тоже начиналось очень интересно, исходя из того, что просто видя, посещая американскую церковь, я видел, сколько молодежи в некоторых церквях, и 500, и больше. Я видел, что многие из них не задействованы, а безделие порождает и порок, и грех. И у меня было такое желание, чтобы послужить христианской молодежи здесь, в Америке. И поэтому, я просто, видя все это, говорил об этом Богдану, мы делились просто своими переживаниями, своим видением, и пришел момент, когда он просто к этому, можно сказать, внутри созрел. И началось движение, началась работа. И она продолжается сейчас уже в течение семи лет. И она служит, ну, огромным благословением для церкви, для нашей молодежи славянской здесь, в Америке. И, я думаю, для многих, куда они едут на миссию, и где они несут просто благовестие. Это тоже, можно сказать, проект, который невозможно было осуществить без Божьего вмешательства и без Божьего содействия. И поэтому мы всегда молимся, говорим, Господи, продолжай, чтобы это движение, этот труд продолжался. Вообще, по поводу благовестия, меня больше всего вдохновляет стих такой есть в Библии, когда в свое время началось гонение на апостолов, то в Синедрионе им запретили говорить об этом имени. А они говорили, мы не можем, мы не можем говорить то, что мы видели и слышали. Это очень интересный момент, что апостолы, чем они отличались от нас? Что в плане благовестия им запрещали, они говорили, мы не можем. Сегодня иногда призывают, вдохновляют. Поощряем. Поощряем, но люди не всегда готовы и не все это делают. Но хорошо, когда этот огонек внутри нас есть, и мы действительно можем сказать, что мы не можем. Мы не можем, как это было с одним из пророков, который сказал, я удерживал в себе этот огонек и не мог. И это служит огромным благословением для нашей молодежи. В Библии вообще написано, что настав юношу в начале пути. То есть юность, она дает направление на всю жизнь. А где это начало? Во сколько лет? Ну, у нашей школы принимают студентов с 18 лет. С 18. И когда молодые люди получают фундамент, правильное основание в жизни, они не потеряются уже, если они дальше пойдут по жизни одни. Одна мама мне говорила, что мы направили к вам свою дочь. Ну, она пошла в университет учиться, и первые полгода я просто ночами не спал, переживая за нее. Потому что, думаю, вот что-нибудь случится. Была неуверена. Потом она сделала просто перерыв в учебе, приехала к нам в школу, отучилась. Она говорит, я теперь, она продолжает учебу в университете, но я за нее совершенно не переживаю. Почему? Потому что я вижу в ней это основание. А еще, говорю, двух детей направлю к вам в будущем. У вас был студент из Сиатла в один из годов. Очень много зрителей у нас в Сиатле, вот поэтому вы поняли, что я ни фамилия, ничего. Позвонил отец, говорит, мне встревоженный, не раз звонил, несколько раз. Говорит, шалтай, болтай, сынишка, шалтай, брат Юра, я уже, мы из немогли с матерью. Давай отправим, куда отправим? Вот слышали насчет этой школы, реклама идет. Говорю, знаешь что, давай не так сделаем, давай его покаем, а потом отправим в Джексонвилл. А он говорит, так можно, я говорю, так нужно, говорю, а то, я говорю, ну лучше, если он уже приедет, ну нормальным, по крайней мере, не шалтай, болтай. Знаете, так и получилось. И я говорил с отцом, и сын мне даже потом позвонил, благодарил, брат Юра вот это я, обо мне тогда вы говорили, и говорили вот, то есть даже вот такие моменты бывают относительно вашей школы, что, хотя, наверное, вы принимаете всех. Дело в том, что с каждым годом, можно сказать, отбор становится все серьезнее. Почему? Потому что желающих много, и мы не в состоянии принять всех желающих. Как вы принимаете, расскажите. Поэтому то, что они заполняют анкеты, то, что они должны получить рекомендации, идет собеседование с каждым из них, прежде чем они, в конце концов, попадают в школу. Поэтому с каждым годом, как сказать, группы, они сильнее. Сильнее. И это нас радует. Хотя, бывают разные ситуации, но в нашей школе, как бы, человека меняют не только вот преподавание или просто учеба, но и коллектив к среде, другими словами. Преподавательский, в том числе. В том числе. А если здоровая среда, то, допустим, если там даже 10 человек, ну, ну, может быть, не совсем серьезных, то 50 или 60 в состоянии повлиять на них. У них практически выбора нет. И поэтому вот эта среда, она благотворно влияет на каждого присутствующего там. Кроме этого, это сопряжено с серьезной дисциплиной, которая есть в школе. А в принципе, в моем понимании, если мы в молодости не научили человека дисциплине, мы его ничему не научили. Это в Советском Союзе была армия, а здесь, ну, такая маленькая, мини-армия, но она служит огромным благословением для всей славянской молодежи. Что меня пленило и удивило в хорошем смысле этого слова, что вы, раньше вы, наверное, как я понял, делали чаще, и более обширнее, вы распределяли студентов по домам на целых полгода, по семьям. Понял. Дело в том, что проект, который мы осуществляем, его невозможно осуществить без церкви. То есть должна быть правильная платформа и, как говорится, крыша. Тогда идет правильное руководство, правильное направление и правильное созидание. И вот, когда студенты, ну, первые годы мы принимали студентов, приблизительно где-то пять лет, все студенты, они жили в домах христиан. А это большое влужение просто наших хороших людей из церкви. И полгода жили. И полгода жили. А это это не три дня, как гости люди приезжали. Даже не неделю, они жили в семьях, как дома у себя. Они их кормили, укладывали спать. И этим служили для молодежи, хотя они из других церквей, из других штатов и так дальше. Сейчас мы уже не в состоянии всех поселить по домам, поэтому снимаем еще в РЕН какие-то дома. Но, тем не менее, церковь, как церковь и наши люди, они очень делают много работы. Они их кормят. Они просто поддерживают миссионеру, который сейчас на миссии. они покупают молитвенные дома, где церкви открываются новые. Поэтому я очень благодарен Богу за то, что делают наши люди в плане распространения Евангелия. Дело в том, что я бываю в церквах, в городах, в штатах, но и в странах бываю. Если говорить об Америке, встречаются школы, встречаются. В одной из них я пригласили пастырь, я даже урок преподавал не так давно, известная церковь в Америке. Что я вижу, что о вашей школе, о миссионерской школе Джаксонвилл, говорят в таком, ну, серьезном тоне, как о хорошем заведении. То есть, потому что школы очень много. Но что-то, что-то, вот, содействовало у вас тому, что она состоялась. Она состоялась как духовная единица. Потому что, как я говорил, каждая церковь, славянских церквей в Америке, новообразовавшихся, свыше 500, я говорю, баптистского направления, пятидесятнического. То есть, ну, о вашей говорят много. И когда говорят относительно Джаксонвилла, говорят, это там, где школа. То есть, что-то, что-то способствовало же этому. Я думаю, что в первую очередь это серьезная организация. Почему? Потому что, если начинать любую школу, например, даже общеобразовательную, например, здесь в Америке, то первые годы, это годы испытаний. И если, например, школа выстояла, можно надеяться, что она состоится. Почему? Потому что вначале никто не пошлет к вам хороших детей. Если хорошая школа, родители из школы никогда ребенка не заберут. И если он там отлично учится. Но если школа, неважно, или успеваемость, они все сдадут в новую школу в надежде, что она как-то повлияет на ребенка. И поэтому в школе это не просто подниматься. Но когда она в состоянии себя зарекомендовать в будущем, это непростой процесс. Тогда происходит то, что вы говорите, что о школе говорят. Хотя, если честно сказать, то не всегда все хорошее говорят. Понимаю. Но единственное, что я понимаю, если говорят, значит мы живые. И это нас утешает. А люди, можно сказать, я тоже путешествую по церквям, люди по-разному относятся. Некоторые даже мне говорили, что мы не знаем нормальной славянской школы среди славян в Америке. Я этим людям говорю так, если вы никем не впечатлены, то и вас никто не впечатлит. Точно. То и вы никого впечатлить не сможете. Отец в служении, в пасторском служении подтягивает сына. Я удивляю, или сыновей подтягивает. Я удивляюсь, почему мы позволяем себя вот, ну, к стыду нашему зачастую критиковать. Вот, говорит он, сына там на пасторском тянет. А почему бы и нет? Ну, если это грех? Да. Дело в том, что это такое тоже наблюдается, например. Хотя, нормально, если человек работает в любом направлении, развивается по любой профессии, он подтягивает своих сыновей, и они следуют примеру родителей. Это нормально. Но здесь, я думаю, что больше срабатывает зависть, к сожалению. Но, тем не менее, как говорится, хорошо, когда такие примеры есть, когда есть последовательность, когда есть какая-то передача. И в плане даже школы, то можно сказать, ну, Богдан, он, ну, на мой взгляд, он серьезный организатор. И практически всю организационную работу, он начинал от начала, и он ее ведет по сей день. Ведет очень серьезно. И это способствует успеху школы. Кроме этого, любое служение требует серьезного посвящения. В Библии написано, если зерно падшей не умрет, то будет одно. Только полагая себя, только жертвуя собою, можно увидеть потом добрые плоды. И это служение расцветет, когда есть серьезная посвященность. То именно Богдан, он один из них. Он весь там. И посвящает свои силы и время. Хотя он достаточно молодой, но скоро догоняет меня в плане седых волос. Поэтому все серьезные успехи они не даются просто так. Это честно. Не потому, что он видит чадо отца. Это чья-то жертва. Это чье-то серьезное вложение. А люди видят со стороны успех. Им кажется, что это просто. Но это просто для тех, кто не пробовал этого хлеба. И они думают, может быть и у меня получится. Они пробуют свое делать. В принципе это неплохо. Мы за то, чтобы миссионерская работа расширялась и развивалась. Но все должно делаться на правильном основании. Если мы пытаемся строить что-то новое, осуждая других, или говорить, что это плохо, эта школа плохая, мы сделаем лучше, то вряд ли в этих людей что-то получится. Из-за такого греха? Из-за неправильного подхода к делу. Метод соперничества? Все должно быть на правильном основании. Но не соперничество? Безусловно. Можешь лучше делать делай, но не трогай что сама жизнь она преподает важные уроки. мы учимся, и скоро мы научимся очень важным божественным истинам. И будем делать дело Божье правильно. В ваших проповедях некоторые ваши мысли вот я слышал. И эту мысль вы только что перед этим озвучили, что вы очень осторожно подходите к вопросу осуждения и критики других служений и прочее. Вот чем это вызвано? Дело в том, что вся проблема в том, что даже общество, в котором мы живем, допустим, взять страны, СНГ, другие, часто много на телевидении, много в газетах, много в разговорах присутствуют критики. Но проблема есть в том, что критиковать легко, но везде создатели нужны. Вы поняли меня? Да. Есть люди, которые например хоть в церкви хоть где-нибудь они всю позиции. Но когда они получают реальную власть, они ничего созидать не в состоянии. Поэтому не надо учебной степени, не надо быть доктором богословия, чтобы просто критиковать других. Здесь большого ума не надо. Но везде создатели нужны. Но часто мы находим обратное. Потому что люди что-то видят. Если человек что-то делает, он безусловно ошибается. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но вместо того, чтобы поправить, поддержать, получается иногда то, что есть. Но тем не менее, я верю в то, что все с Божьей помощью, все изменится. И мы будем поддерживать друг друга и созидать. Как есть написано в Библии? Каждый помогает ближнему славе и говорит брату крепись. Интересно в этой прище то, что Бог не требует от человека невозможного. То, что человек не может делать. Но то, что ты можешь делать. Я думаю, каждый может в состоянии сказать помочь кому-то или сказать брат держись. Юра, ты делаешь хорошую работу. Это же нетрудно сделать. Но почему люди это не делают? если взять в общем писание то он обращен ко всем нациями народа. Нельзя сказать что это только украинцы или русские. Но тем не менее это ближе к человеческой природе которой мы наследовали от Адама. Но наше призвание благословлять. И например когда люди что-то осуждающее делают или какие-то уколкости говорят друг другу это ранит человека. Так точно действует благословение. Дело в том что вся проблема в том что ту работу которую мы делаем вы делаете например в плане эмонизации дьявол ненавидит. И он ненавидит эти школы и он ненавидит этих студентов потому что это разрушает его планы. потенциальные противники его царства. идет серьезная оппозиция. Иногда он использует к сожалению и даже христиан чтобы противодействовать этой работе. Но наше дело при всем этом не просто выстоять а сделаться еще сильнее во имя Иисуса. Я часто говорю так что если дерево бросают в огонь или солом оно сгорает а золото если бросить в огонь оно становится еще лучше еще чище. То есть ваша позиция не просто удержать позиции а все-таки вести наступательную а не оборонительную. Для этого наверное вы взращиваете этих лидеров будущих. 100%. У нас получается знаете как сказать вот все определяет влияние вот ваша передача она имеет прекрасное название но все определяет в жизни человека влияние и вот здесь что нам не хватает на сегодня вот например мы направляем группы на миссию приблизительно там едет 12-14 команд и в каждой из них есть лидер проходит какие-то месяцы и одна из основных проблем с которой мы сталкиваемся это проблема лидерства вот в данных группах и вообще среди молодежи и так дальше и поэтому в этом есть жизненная необходимость потому что на всех уровнях надо иметь достойные примеры на уровне молодежи на уровне семьи и когда их нету это является серьезной проблемой то есть вот может старшим человек быть лидером руководить молодежью но если на уровне молодежи нету достойного примера молодежи от этого страдает это сильная мысль мы сейчас перейдем углубим эту мысль друзья мы встречаемся если вы только что включили ваш телеэкран мы встречаемся на программе явления со старшим пастором церкви живой поток Джаксонбилл Флорида пастор Виталий Бондаренко пастор Виталий где же начинается лидер где среда первая среда или первая плоскость в которой зарождается вот эти зачатки лидерства ну во первых это то что заложен в человека определенный потенциал самим Богом а дальше все это надо развивать в человеке начиная из семьи и дальше на всех уровнях взращивая этих лидеров ведь по сути лидерство начинается еще в детстве если дети собрались там 10-7 человек где-то поиграть в песочнице уже среди них есть лидер то есть один скажет пошли туда и никто не двинется а другой скажет и все пойдут за ним он уже лидер он уже лидер но вот этих лидеров потом надо развивать взращивать и готовить можно сказать к серьезному полету и для этого просто существуют вот эти миссионерские школы лидерские школы различные школы и это есть можно сказать насущная необходимость в церквях как я уже вам сказал что часто мы как руководители мы заняты тем что пытаемся корабль который плывет какой-то пристани направлять левее правее быстрее стойте но единственное что надо для корабля чтобы достичь цели нужен маяк все и он спокойно доплывет туда куда он движется поэтому например для меня как пастыря легче работать с теми людьми которые что-то делают нежели с теми которые ничего не делают то есть тяжело работать когда ты толкаешь 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 как машину которая заглохла ты быстро устанешь вначале у детей всегда интерес если максимум забуксовал они прибегут и будут вам помогать но если эта машина застряла надолго они ее быстро оставят поэтому это не наше призвание наше дело направлять направлять идущих то есть машина которая движется ей легче управлять нежели та которая стоит и если мы это понимаем то мы развиваем вот этот потенциал в человеке одна из проблем которые говорят мне например молодежь в том числе которая приезжает в школу они часто жалуются что нам что-то не дали мы что-то сделали нам запретили где-то в церкви да и они как бы потерялись внутри они ломаются и некоторые из них после поднимаются а некоторые можно сказать на всю жизнь и в этом есть большая можно сказать печаль поэтому как я думаю как пастырь что нам сейчас в жизни необходимо в Библии написано так если в виноградной кисти есть сок не повреди ее ибо в ней благословение другими словами если у человека есть желание что-то делать мы должны как родители поддержать это и развивать это в ребенке так то что на уровне церкви запрещать легко а что дальше но запретами одними дело Божие не построишь но вот можно сказать судьбы человеческие ломаются это точно как вам удается выхватить из рядов из сотен сотен сотни молодых людей в церкви вот выхватить усмотреть выявить и и и вот взрастить вот этого лидера как это каким образом дело в том что тут тоже есть два таких подхода есть например люди строят хор и они говорят дайте мне хористов дайте мне ноты дайте мне людей с распетыми голосами я буду вашим регентом но в принципе тогда и регент не особо нужен когда люди уже научены эту работу делать а когда у тебя сырой материал когда ты еще можно сказать только начинаешь вот тогда попробуй создать тот же самый хор в этом уже есть призвание человека и талант поэтому правда есть в том что часто к нам не приезжают лучшие из лучших из церквей мы студентов наших очень любим и вкладываем в них сердце и душу но правда есть в том что например пастыря неохотно отпускают своих лидеров это первое а второе что они обычно заняты в поместных церквях а нам приезжает тот что приехал или те кто приехал тот и наш но я вдохновляюсь тем что когда-то Давид к нему собрались вначале обиженные обездоленные изгнанные но именно из этих людей он создал не просто прекрасную армию а можно сказать это был круг единомышленников которые жизнь полагали друг за друга и благодаря им поднялся авторитет Давида а он их поднял в этом есть огромное благословение поэтому мы работаем да с тем материалом который есть часто нам говорят что кто-то приехал там к вам и он не поменялся к примеру в лучшую сторону а я говорю а у вас вообще-то до поездки к нам были с ним проблемы а он говорит были да при чем здесь мы мы делали то что мы в состоянии были делать и я ему говорю что школа меняет людей очень серьезно но она не в состоянии поменять того человека который не желает меняться вот эти единственные люди они остаются такими какие они были почему потому что насильно мил не будешь нельзя научить человека того кто не хочет учиться нельзя невозможно но если у человека есть желание если он движется если он прикладывает усилия то такому человеку мы в состоянии помочь и поэтому иногда люди вот так смотрят я говорю но у нас больше положительных примеров нежели отрицательных если где-то что-то есть это жизнь но мы просто желаем и дальше служить молодежи и делать все возможное чтобы поднимать новых миссионеров поднимать новых лидеров вы знаете я вспоминаю свои студенческие годы библейского образования я делился с вами пастором до эфира это было в москве но настолько вот то положенное те годы в то время я был молодым человеком говорят и сейчас не старый просто вот зрелый опытный и вот систематическое богословие систематическое изучение библии вот настолько оно оставило свой след по сегодняшний день а уже прошли десятилетия поэтому это несомненно я не верю категорически когда говорят там там ничего нема я не верю это просто говорит не не духовность человека а просто плод человека обязательно эти посеянные семена как вы говорили они обязательно взрастут сегодня завтра послезавтра через 10 лет через 15 лет а для того чтобы вот состоялся лидер должен должны ли мы ему создать тепличные условия должны ли мы ему дать правильную правильную среду вот правильное общество он должен попасть именно в правильное общество где все думают одно говорят одно мыслят одно идут в одно место или или есть какие то рычаги применяемые лидер будет вращен в любых условиях я думаю что тепличных условий создавать не надо потому что будут и тепличные христиане и тепличные лидеры можно сказать мы закаляемся можно сказать в реальностях нашей практической жизни поэтому лидер на то он и лидер что он должен можно сказать проходя через сложности или трудности не ломаться а закаляться но когда человек делает первые шаги в лидерстве то он максимально нуждается в правильном руководстве и в поддержке я знаете вот в церквях много говорят например о послушании о смирении и это правильно и мы этому учим но правда есть в том что смирять других легко самому смиряться трудно и вот здесь когда мы проходим лично это все то это все для нас непросто поэтому работая просто с людьми я наблюдаю просто и стараюсь можно сказать служить молодежи максимально с пользой и я хочу просто привести пример из библии даже вот как я вижу правильное руководство и правильное подчинение потому что написано так что дети будьте послушны родителям но родители не раздражайте что детей так точно в руководстве те которые под кем-то они должны быть послушны но те которые над ними они тоже должны иметь правильно уметь правильно руководить людьми и вот смотрите когда-то в свое время молодые люди пришли к Елисею и говорят ему слушай место где мы живем тесно для нас давай что-нибудь построим и меня удивляет поведение Елисея в него было вообще хорошее развито служение он преуспевал служение к нему люди тянулись у него была прекрасная школа ну намного лучше нашей школы школа пророков так он уже был старым человеком и он мог сказать нас это устраивает у нас все настроено ребята пожалуйста не мешайте работать хотите подвизайтесь участвуйте а нет у нас все хорошо для меня это достаточно а вот молодым людям он всегда им чего-то не хватает хочется делать даже кажется когда все уже сделано или делается хорошо и вот смотрите что получается и он говорит им что мы хотим что-то делать а он говорит им что идите он не сказал нет я вам не разрешаю это и есть правильно руководство идите хотите идите но потом послушайте пример правильного подчинения я иногда спрашиваю детей есть дети трех категорий одни дети которые отпрашиваются если куда-то идут есть дети которые не делают этого к сожалению и есть дети которые отпрашиваются например так точно и в церкви это происходит но когда вы отпросились я их спрашиваю когда вы уходите вы отпросились и вы куда-то ушли вы делаете то что вам нравится или то что ожидает от вас родители Они вас отпустили. Они вам доверяют, но чем вы заняты? Вот это очень важный момент. То есть получается, знаете, какое есть послушание? Отпустил Елисей, например, идите работайте. А те, которые идут, они думают, лишь бы он туда не пришел. Вы поняли? Понял, да. То есть они считают, что вот эти пастыря, руководители, они им только мешают. Лишь бы он туда не пришел. Они отпросились и ушли. Но интересные эти молодые люди были тем, они говорят, а ты Елисей не хочешь пойти вместе с нами? Да, я помню историю. Они говорят, пойду. И в результате что получается? Он им помешал? Нет. А что было бы, если бы Елисей вообще там не было? Вот представьте себе. Они начали рубить, а там один топор был на всю бригаду, и тот был занят на поддержание. То есть они заняли у кого-то. И вдруг он раз, его не стало. А это основной вид орудия был? Все работа остановилась. Да, все работа остановилась. Что было бы дальше, если бы не было там Елисея? Провал полный был. Поэтому правду, я думаю, говорят те, которые говорят так, что если нету молодежи, то нету будущего в какой-то мере. И мы должны просто обращать внимание на молодежь. Но если нету людей постарше, которые имеют опыт, тоже церковь от этого страдает. Но церковь преуспевает, когда мы в состоянии объединить опыт старшего поколения и молодого, чтобы не было разрыва. Я часто говорю своим студентам, молодежи, что Христос неслушайно ехал в Иерусалим на двух ослах. То есть везет его молодой сильный осел, а рядом идет мать, которая регулирует движение, чтобы этот не брыкался. Он не случайно въехал в Иерусалим на двух ослах. Это, он как бы показывает пример, чтобы не должно быть разрыва между старшим и молодым поколением. Но чтобы эта разрыва не существовала, кто-то должен быть между поколениями, между деноминациями, между. Вы говорите о возрастной категории или нет? Хоть и возрастная, хоть и какая. И вот смотрите, если вы между, например, вы пытаетесь быть этим связывающим звеном, то на вас давят и сверху, и снизу. И тяните, да. С той целью, чтобы вы заняли или правую сторону, или левую. Иначе вас попробуют раздавить. Но всегда должен быть кто-то, кто идет между. И отчасти вот мое служение, оно проходит между поколениями, между, 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 между. Хорошо. Но я благодарю Бога за то, что он проводит меня этим путем. И ни о чем не залей. Хотя давление идет серьезное. Но я знаю, что я делаю, почему и зачем. Откуда страхи приходят к лидеру, что вот юный лидер, молодой, начинающийся лидер, он вдруг вот не так себя поведет, и я лишусь лидерства. Откуда страхи такие? Вся проблема в том, в лидерстве всегда была, во все времена, на всех поколениях, что тот, который во главе, он должен поднимать тех, которые последуют за ним. И здесь всегда есть дилемма. Кого приблизить к себе? Человека способного или человека послушного? То есть послушного или способного? Или способного, да. А есть разница? Да, большая разница. И почему, например, иногда выбор идет не всегда в пользу того человека, который делает хорошее дело и может это делать? Потому что в реальности жизнь так устроена, что способный человек, он может сколько принести пользы, сколько и вреда. Пастор Виталий, прямо в мою судьбу говорит. Вы слышите, а неспособный человек, он и пользы не принесет, но и вреда вряд ли. Но у меня такое служение было. Это было? То есть есть способный, есть послушный. Да. Кого лучше привлекать? И вот смотрите, многие те, которые в руководстве, они предпочитают послушных. Но правильный приоритет, чтобы был человек и способный, и послушный. Если вы посмотрите, как избирал лидеров Моисей, то там прямо сказано, людей способных, способных что-то делать. Тогда будет развиваться лидерство, и оно будет сильным. То есть все должно быть в гармонии. Поэтому просто есть проблема в том, что люди способны что-то делать. У них иногда бывает проблема с смирением. А если способный, он почувствовал, что его способности намного мер увеличиваются, намного по объему, чем у того, кому он подчиняется. Как быть в этом случае? И поэтому человек, который, допустим, поднимается, и если тот, кто в руководстве видит, что этот человек способный, он начинает уже как бы и бояться этого человека. А вдруг он сделает какой-то подкоп, а вдруг он подсядет и так дальше. И поэтому начинаются различные такие, ну можно сказать, интриги. Недоразумения. Недоразумения. Люди страдают. Но я думаю, что надо просто не бояться этого, но искать взаимопомнение, взращивать этих людей. И в принципе, даже можно сказать, вовремя уходить из лидерства. Потому что, насколько я знаю, у нас сейчас самый старший служитель среди славян. Там звонок, потому что люди начали звонить, я попросил. И вы окончите эту мысль насчет этого служителя. Сергей, вы в прямом эфире, слушаем вас. У меня есть такой вопрос для Виталия Бондаренко. Если вот в церкви есть команда молодых, вот именно таких, более активных людей, которые хотят, ну как более активные, двигаться в церкви, но вместе с этим есть и служители старой закалки, которые не видят в этом нужды и просто хотят вот именно двигаться в такой старой колее. И как вот здесь быть, если вот именно старшее поколение просто хочет, вот по наказанной старой дороге двигаться, но молодежь видит, что нужна все-таки какая-то реформа. Даже, может, в прославлении, в других каких-то вещах. Вот как здесь быть, как помириться для того, чтобы нам вот именно найти эту середину, чтобы как-то сдвинуть от этой мероприточки старых учителей, которые просто, ну вот, приросли, если бы так сказать. Ну, спасибо. Очень интересный вопрос. Как у вас с прославлением, кстати? Сейчас я объясню. Дело в том, что, правда есть в том, что, например, если, например, родители не интересуют то, чем занимаются дети, то дети мало интересуются тем, чем занимаются родители. Точно, да, понимаю. Так точно это на уровне церкви. Если, например, молодежь не интересуется тем, чем живут старшее поколение, то старшее поколение мало интересуется тем, чем живет молодежь. Или желает жить. Оно обоюдно должно быть? Наш подход к любому служению, к любому человеку должен быть правильным, а он будет правильным тогда, когда я, например, отношусь к человеку или к ситуации. Как бы я поступил в этой ситуации, если бы это был мой сын или моя дочь? Если я именно так подхожу к делу, тогда мои решения будут взвешенными, а действия правильными. А так как этого не происходит, то часто вот это как бы создает напряжение. Единственное, что я могу сказать, еще отвечая на вопрос этот, правда есть в том, что часто деления в церкви, они как бы совершаются не на правильном основании. Иногда люди делятся из-за формы служения, иногда по другим мотивам, но я говорю всегда в основании человеческая гордость. Люди это четко должны понимать. Поэтому, чтобы предпринимать какие-то шаги, мы должны просто правильно подходить к вещам. Потому что все, что строится не на правильном основании, оно не будет долговечным. Поэтому, если мы что-то предпринимаем, они должны быть, решения взвешенные и очень серьезные. Потому что последствия могут быть выявлены не через месяц или через два, а через пять, через десять лет. Да. Последствия неправильного поступка, неправильного деления, разделения. Да, да. Все должно быть на правильном основании. Вы говорили относительно вот вашего служителя одного из церквей. Ну, с одной стороны, это здорово, с другой стороны, важно передать служение не тогда, когда просят тебя, чтобы ты ушел, а когда тебя просят остаться. То есть, все хорошо делать вовремя. Это одна проблема. Другая проблема, что иногда люди старшего возраста, они хотят передать кому-то служение, они говорят, некому. Есть такое? Есть такое. Это правда, что некому? Правда есть в том, что если некому передать, то почему ты не подготовил? Вы поняли меня? Конечно. Если некому, значит, не было должно работать, чтобы взращивать, чтобы было кому передавать. А это не оправдание некому. Вы поняли? Люди были, но надо было их вовремя поднимать. Пастор Виталий, имея большой опыт в служении, почему характер, форма богослужения, почему она столь болезненно воспринимаема старшими и молодыми? Дело в том, что это все дело привычки. Вот люди привыкли, и все, у нас каждый есть привычки. И когда мы к чему-то серьезно привыкли, очень сложно что-либо менять. Но это возможно. Люди сегодня много спорят о форме служения. Но я просто, мое отношение к этому следующее, что форма без жизни, она будет формой. Она может быть более прогрессивной, но если форму не наполнится содержанием, рано или поздно все это проедается. Поэтому надо стоять за жизнь, надо нести эту жизнь и надо бороться за жизнь. А не спорить о форме служения и так дальше. Должна быть жизнь. Возвращаясь к вопросу лидерства и руководства, какими качествами, вот вы заметили молодого человека, начинающего, проповедника, евангелиста, миссионера, ну или просто вот прихожанина, любящего Господа. Вы говорите слово, видите, что он с открытым ртом хватает каждое слово на лету. Какими качествами он должен обладать, как начинающий, для того, чтобы вы начали привлекать его, доверять ему больше? Ну, в принципе, качества, они очень такие простые, написанные в Библии, что это люди, как я уже сказал, люди способные, люди боящиеся Бога, люди правдивые, не любящие користь. И здесь, можно сказать, на всех уровнях идет проверка. Допустим, сколько я работаю с людьми, у меня было немало таковых, которые говорят, типа, дай деньги, дай зарплату, мы едем, открываем церковь и так дальше. Я говорю, сначала работа, а потом деньги придут. Вот. То есть, всегда, когда впереди деньги, мало надежды есть на то, что это дело... То есть, это неправильный показатель... Дело будет строиться. Дело, да. Дело. Никто, никакой работодатель не дает сначала зарплату, а потом иди работай. Сначала заработай, а потом будет зарплата. Причем Бог обеспечает своих. И так, можно сказать, на всех уровнях. Если мы замечаем у такого человека, то мы должны просто правильно ее направлять, правильно учить и правильно взращивать. У нас не должно быть, что мы там бросили человека куда-то. Выживет, то выживет. Нет. Мы должны направлять, поддерживать и укреплять. Видите ли вы проблему вот в современной церкви, в современном обществе, то ли это в нашей бывшей родине, то ли это в рамках нашей эмиграции, видите ли вы кризис руководства или нет? В какой-то мере есть, можно сказать, преимущество наше в том, что здесь, в Америке, практически каждый человек, который желает проявить себя, он может. Даже церковь открыть. Страна возможностей, да? Даже церковь открыть. Когда-то это было сложно, там в Союзе. А сейчас человек решил, я даже говорю, что здесь в Америке легче открыть церковь, чем закрыть ее. Почему? Потому что открыть каждый может, а закрыть иногда неудобно, стыдно. Но чтобы идти на этот шаг, надо иметь призвание внутри и строить на правильном основании. Поэтому для развития лидерства, в принципе, тут есть возможности. Только не надо делать серьезных ошибок. То есть, я говорю так, лучше учиться на ошибках других, нежели на своих. Но многие, к сожалению, на своих собственных. Ну, вот, не скажем, пришел к вам кто-то из молодых людей и говорит, пастор Виталий, я хочу в Джексон-Вилле открыть церковь. Пастор, вы задаете вопрос, в радиусе 5 миль, 2 миль, 10 миль. Он скажет, ну, в радиусе там 10 миль. Какая ваша реакция будет на это? Я думаю, что здесь должно быть правильный подход, как я сказал, правильное основание. Хуже всего, когда вот подобные моменты происходят, люди обманывают. То есть, они приезжают и говорят, я ничего не собираюсь открывать, я никого не собираюсь обирать, я буду работать с новообращенными, там, оставленными, неверующими. А когда начинается сам процесс, то все наоборот. Вот. Когда вот идет соревнование между школами, церквями, кто лучше, кто хуже и так дальше. Каждый хочет как-то отличиться той святостью, той еще чем-то. В принципе, святым быть неплохо, но не должно быть этого. Часто проблема есть в том, что, например, родители лучше детей, или какая-то церковь лучше той, которая рядом. Но этого лучшего достаточно только для того, чтобы осудить остальных. Но чтобы повлиять на них, надо самому подняться на несколько уровней выше. А это непросто. И не все к этому готовы. И если мы хотим работать на программе влияния, и вообще положительно влиять на церкви, на мир, то надо нам подниматься повыше. Чтобы человек, который соприкасается с нами, ему захотелось иметь то, что имеем мы. Делать то, что мы делаем. Или во всяком случае подражать нам. Когда это придет желание, то человек невольно это будет делать с песней, с удовольствием от души. Потому что это не приказ, это не то, что попросили, а это то, что я хочу делать. Поэтому сегодня у нас не хватает лидеров именно такого уровня, которые способны влиять. И церквей таких, можно сказать, хотелось, чтобы было больше, которые влияют положительно на церкви в городе, на всю ситуацию в стране и в людях. Поэтому я об этом молюсь, и в этом моя нужда. Я верю, что это возможно с Божьей помощью. Поэтому, Боже, помоги нам. Я попрошу вас совершить молитву. У нас сегодня смотрят и слушают в разных штатах, в разных городах и в разных странах постсоветского пространства. И ряд из вас, друзья мои, вы начинающиеся лидеры. Ряд из вас уже состоявшие лидеры. Ряд на пути к тому, чтобы состояться. И я попрошу служителя, чтобы просто совершил молитву. Вы работаете в этой сфере, вы и преподаете, и несете большую работу душепопечения также в молодежи. Поэтому я просто верю, что молитва служителя, она, может быть, поменяется, может быть, просто что-то сделает, какой-то толчок произойдет в твоей жизни. Просто мы с верой придем к Господу, что эта беседа не напрасна, что если эта беседа в твоем сердце, может быть, в твоем служении, в большом или маленьком, масштабном или менее, эта беседа нашла отклик, значит, цель достигнута. Поэтому служитель просто совершит молитву. А всем, кто нас слушал, особенно тем, которые трудятся в руководстве, просто у меня есть такое пожелание для всех служителей, для всех соработников, для всех молодых лидеров. Я просто вам желаю, чтобы ваше сердце никогда не унывало, а руки никогда не опускались. Вообще в Библии написано так. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд наш нещетен пред Богом. Вот чтобы никогда не унывать, чтобы быть твердыми и мужественными, чтобы преуспевать в деле Божьем, надо что-то важное знать. И это написано в этом стихе. А что мы должны знать? Надо знать, что труд наш нещетен пред Богом. Мы встанем на ноги сейчас, совершим молитву, пастор помолится и уйдем из эфира во время молитвы. Мы благодарны Тебе, Господь, в этот час и за эту встречу, и за эту возможность делиться Твоим словом, наставлением, Твоими откровениями. Мы благословляем каждого из зрителей, молодого ли, пожилого ли, возраста, духовно ли, больших или, может быть, начинающихся в служении. Благослови Твоим помазанием, Твоим словом, Твоей истину, Твоим руководством, Твоей мудростью и Твоими советами. Благослови молодых людей. Благослови, Иисус. Молись, пастор. Господь, я во имя Иисуса Христа благословляю телекомпанию «Импакт», брата Юры и всех ее соработников. Пусть их служение расширяется и углубляется. Пусть оно будет благоприятным святым и ко спасению многих и многих сердец. Я сегодня благословляю всех телезрителей, Иисус. Благослови их сердца. Всех, кто подвязается в служении, в лидерстве. Бог мой, благослови их сердцам миром. Благослови их совершенным упованием на имя Твое. Благослови наши города, служения и церкви. Пусть они укрепляются и расширяются. И пусть благовестие Твое, оно достигнет многих и многих сердец. Я благословляю всех тех, кто слушал нас сегодня. И то, что не в состоянии сделать мы, сделай это Ты, силою Твоею. Пусть и это все, и это слово послужит к славе Твоей и к изменению нашей жизни. Во благо нам, во славу Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...